Жуткий скрип качелей, торчащая арматура и трава по колено. Но это не антураж голливудского фильма ужасов, а вполне обычное состояние детских площадок Симферополя. Неудивительно, что на них чаще можно встретить пьющих мужчин и груды бутылок, а не играющих малышей. В плачевном состоянии мест детского отдыха убедились наши журналисты. Если пройтись по городу, поломанные качели можно встретить почти в каждом дворе. Острые металлические конструкции, опасные для жизни малышей, бесхозно лежат около песочниц. Дополнительную опасность создает и высокая трава, в которой ребенок может наткнуться на стекло или шприц. Детских площадок, к сожалению, нет совершенно. Они полностью по пояс, практически заросшие бурьяном, с этими колосками, которые опасны для детей даже. То есть ребенок может его съесть, просто-напросто подавиться. Все ржавые, полностью аварийные конструкции, они просто опасны для жизни. На одной из детских площадок на улице Куйбышева наша съемочная группа познакомилась с Вероникой. Девочка играла одна. Рассказала, в ее двор никто гулять не приходит, потому что играть негде. Как оказалось, такая же ситуация с детскими конструкциями практически во всем районе. Здесь приходят только бабушки посидеть на лавочках. Тут максимум два человека гуляют. То это большие дети. Они на турниках играют. Здесь из детей никто не играет. Потому что здесь такая площадка, но неинтересная. Качели скрипят. Горка очень плохая. Она очень сильно шумит, когда на ней катаются. Чтобы хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию, крымчане сами обустраивают места для детского досуга. Например, в поселке Грессовском еще пару лет назад были только одни качели. Сейчас там есть и песочница, и обустроенная детская площадка. Собирала деньги по знакомым, по друзьям, которые скидывались и давали сколько могли. И на все вырученные средства мы вешали качели. Вот этот грибок тоже сделан руками жителей поселка Грессовский. Четыре качели мы сделали своими руками. Постоянно приводим песок на площадку. Стараемся для своих детей. Коммунальные организации рассказали, даже если жильцы домов, во дворах которых нет обустроенных мест для детского отдыха, заключат договор с муниципальным предприятием, обслуживающим придомовую территорию, ситуация все равно не изменится. Деньги как таковые никто не выделяет. Просто брали со счета дома и поддерживали. Техническое состояние. Но здесь тоже просто вы имеете в виду, что если что-то делать серьезное, допустим, перекладины, качели и так далее, мы это не имеем права. Это должна делать сертифицированная организация, которая имеет допуск. Потому что это техническое состояние, это безопасность детей. А пока крымчанам остается только надеяться, что малыши не поранятся, играя на площадках, которые и детскими-то сейчас называть можно с трудом. Александр Акарнович, Ситмимед Кукчиев, Игорь Романенков. Время новостей.